Всем привет! Я Антон Калевошин. Даже ребенок знает, какой ущерб природе и здоровью человеку наносят выхлопы. Но и не меньше вред внесут автомобильные шины. На первый взгляд кажется, что колеса, брошенные где-нибудь на обочине, не представляют никакой опасности. Из них раньше даже кломбы делали. Много рейсов на солнышке и постоянно контактируют с землей, на которой лежат. По крышке выделяют воздух, почву и грунтовые воды на разные токсичные вещества. Самые опасные из них – канцерогены. Что же делать с колесами? Куда их девать, чтобы они не портили экологию? Пап, скажи, а ты куда деваешь старые шины? Я еду на СТО, меняю старую резину на новую и старые покрышки там оставляю. Но кто-то оставляет старую резину прямо возле подъезда, возле мусорного бака или даже на газоне. Для того, чтобы очистить от использованных колес наши улицы и дворы, в июне в городе провели акцию, которую назвали «Шинная амнистия». На полигон предприятия «Экотехнология» люди доставили 66 тонн покрышек. А сколько еще «Шин» собрали в ходе субботников, которые проводились все лето? Их тоже слазили на полигон. В общей сложности получилось собрать 250 тонн резины. Все эти горы «Шин» пойдут на переработку и еще послужат людям. В одессе одной тонны покрышек получается примерно 700 килограмм крошки. А резиновая крошка – это отличный строительный материал. Его используют на дорогах, стадионах и детских площадках. Посмотрите, какой яркий ковер получился на площадке, которую сейчас строят в советском микрорайоне. Для такого красивого убранства на каждый квадратный метр строителям понадобилось примерно 15 килограммов сопущего материала. Всего же было использовано около 7 тонн крошки. Получается, что здесь уложено 10 тонн переработанных покрышек. Я думаю, здесь будет приятно играть и заниматься спортом. И это не единственная площадка с резиновым покрытием, которая появилась этим летом в городе. И будет еще не одна. Так что не выбрасывайте шины, не портите экологию, а отдавайте их на переработку. Берегите природу. А у меня на этом все. Пока.